Я вспоминаю скрустью советской власти. На что в последний месяц больше всего подорожало? Колбасы, сыры, молоко, алкоголь. За январь, по данным Кросстата, больше всего подорожали овощи и фрукты. В лидер выбились капуста и виноград. Они подскочили в цене на 10% всего за месяц. В февраль готовят красноярцам новый сюрприз. Поставщики объявили о подорожании самого доступного мяса. Сезонное подорожание присутствует в категориях овощей, в категориях фруктов в прошлый Новый год. Это нормально, но оно в пределах должно быть примерно 5%. Сейчас мы видим по некоторым товарам повышение больше 5%. А некоторые группы растут до 20%. Например, нас очень удивила охлажденная курица, которая сейчас по закупочным ценам вырастает практически 20%+. Крупные сети магазинов, как правило, до последнего не повышают цены, поскольку конкуренция на этом рынке жесткая, нужно бороться за каждого клиента. Но порой никакое сдерживание не помогает. Красстат подсчитал, что за год картошка подорожала на 57%, гречка на 43%, сахар, за который так бился Путин, вырос в цене на 40%, свекла на 32%, овсянка на 30%. В основном это продукты, которые люди покупают каждый месяц. И столь стремительная динамика только ускоряет прирост бедных в России. Эксперты считают, виновата в этом родное правительство, которое вовремя не предприняло нужные меры. Причина, по которой подорожал подсолнечник, все же связано с мукой, связано с тем, что огромные урожаи вывезли за границу, потому что мировые цены были очень хорошие, сегодня хорошие. И никто не сделал ограничений, наши федеральные чиновники все проспали, видимо заняты были другими делами. И семечка уехала за границу, в основном в Турцию. То же самое произошло с зерном, поэтому подорожала мука. Поэтому с сахаром такая же история. Но есть и хорошие новости. За год подешевели перловка, пшено, чеснок и конфеты. Прожить с таким рационом можно, да и колбаса в магазине есть недорогая. Вообще зря говорят, что при всем изобилии продуктов в наших магазинах здесь нет по-настоящему дешевых товаров. Вот, допустим, самая доступная в этом магазине колбаса, вятская, 400 граммов. Но смотрим, что это мясо, содержащее колбасные изделия категории Г. То есть есть А, Б, В, это Г. Четвертый сорт. Смотрим, что в составе. Мясо птицы, свинина, вода, крупа манная, крахмал, картофель. Ну а дальше добавки Е-450, Е-451. Брать ее как-то не хочется. В среднем цены на продукты в январе выросли почти на 8%. Сдержать их правительство не в состоянии, как и поднять уровень жизни. Впрочем, зима вот-вот закончится. Через пару-тройку месяцев начнется дачный сезон, а там и до урожая недалеко. Виталий Поляков, Александр Карпов. Новости ТВК. Виталий Поляков, Александр Карпов, Александр Карпов.